В этом году заканчивается трехлетний период, в чене которого Украина имела привилегии не платить по своим внешним долгам, который по сути является частью реструктуризационной договоренности, которая была осуществлена в 2015 году. И в следующие 14 месяцев Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам чуть больше 7 миллиардов долларов. Еще украинские банки и украинские госкомпании тоже должны выплатить около миллиарда долларов на протяжении следующих 14 месяцев внешним кредиторам. Того у нас получается цифра в 8 миллиардов долларов. Где Украине взять эти деньги? Часть денег Украина по сути уже нашла, она собрала 2 миллиарда долларов на внешних рынках буквально несколько недель назад. Программа с МВФ, которая сейчас, я надеюсь, будет выполнена, или там основные условия Украины для получения транша в МВФ будут выполнены, это 1,9 миллиардов долларов. Скорее всего, или я имею надежду, придут в Украину уже в конце даже 2018 года. Вместе с Евросоюзом и Всемирным банком Украина паровозом должна получить еще 1,5 миллиарда долларов. Снова-таки от Евросоюза и от Всемирного банка. И, по сути, на столе остается вопрос, а где взять еще 3 миллиарда долларов. При условии того, что Украина продолжит успешное сотрудничество с МВФ, эта задача не является такой невыполнимой. Скорее всего, страна сможет часть этих денег привлечь еще на внешних рынках, например, в следующем году, даже при том, что мы все осознаем, он будет являться выборным годом, или годом двух выборов. Я думаю, что миллиард, полтора миллиарда Украина сможет привлечь на рынках. Плюс те же самые наши госкомпании, скорее всего, нефтегаз, в частности, или залезницы выйдут на рынок, смогут привлечь. И, наверное, надо будет убрать. И с хорошими рекомендациями западных кредиторов, в частности, МВФ, Украина сможет получить еще недостающие полмиллиарда миллиард долларов частных кредитов, которые позволят, по сути, пропетлять через вот такой вот довольно-таки напряженный график погашения внешних долгов. Поэтому в Конкорде мы остаемся по-рабочему оптимистичны с точки зрения недопущения девальвации массированной, с точки зрения недопущения дефолта и вообще то, что страна более-менее как-то сможет продолжить свой обычный экономический курс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...